Всем привет, с вами снова Крюга ТВ, и сегодня немного неформатное видео для моего канала. Точнее, у меня не то чтобы есть чётко регламентированные форматы, однако я даже не подумал бы, несколькими днями ранее, что захочу сделать что-то подобное. Но вдруг наткнулся и решил, а почему бы и да. Сегодня поговорим о Ground War Tanks. Это игра, браузерная ранее, теперь она в клиенте находится, в игровом центре Mail.ru, про танчики. По сути, я с неё вообще начинал свой канал, и было это в далёком 2014 году. Причём игра, наверное, вышла в конце 2013, я честно говоря даже уже и не помню. В общем, довольно давно. Причём она изначально была браузерной и, соответственно, не очень-то контентно насыщенной, и, насколько все могли на тот момент понимать, вряд ли у неё было бы большое развитие. Но я в это в какой-то степени верю. И да, несколько лет игра развивалась. Потом из игры я ушёл на несколько лет, может быть, года на четыре. И сейчас, зайдя в игру по новой в 2020 году, еле-еле откопав её в играх Mail.ru, что уже о многом говорит, понял, что в ней ничего не произошло за эти четыре года. То есть, когда я уходил, игра умерла, и умерла она, кстати, уже где-то за полгода-год до этого, и сейчас она находится в состоянии поддерживаемого трупа, в который играет где-то там пара тысяч человек онлайн, где-то около там 500 тысяч человек в этой игре. Проблема её в том, что сейчас в неё даже поиграть нельзя. Хотя, по факту, вот лично я считаю, что это была бы неплохая игра для слабых компьютеров, для того, чтобы играть где-нибудь, я не знаю, вообще в деревне со слабым интернетом, без амбиций. То есть, здесь изначально было понятно, что браузерный проект, тем более, который потом перешёл под крылом Mail.ru, вряд ли предложит вам турниры, какую-то серьёзную игровую прогрессию или много контента. Ну, понятно, что такие контентные штуки клепаются раз в месяц, и в играх Mail.ru вот уже есть ему замены, Ground War Tanks имеется в виду, какие-то другие игры про танки, полное говнище, опять же, ну, специально сделанные, чтобы выкачивать из людей бабло. Типа Tank Force, что-то ещё там подобное было. Я просто лазил, смотрел, и реально копий, на копии, копий, копий, копий чего-нибудь. Battle Tanks ещё какой-то там был. Вот их миллион. То есть, каждый месяц, наверное, выходит новая такая игрушка. И ГВТ изначально ей не был. Хотя, понятное дело, что это далеко не ААА проект. Но через два года как бы всё, сдался он, и всё. Выкачал все деньги у аудитории, которая была привлечена, ну, и начал потихоньку умирать, поскольку полностью перестал развиваться каким-либо образом. Сейчас, если вы захотите сыграть в неё, то вы не сможете только через донат, потому что просто не играют игроки в игру новые, а старые они уже всё прокачали, и они тупо воюют на там шестом, седьмом, восьмом уровне. Всё. И вы не можете банально взять и сначала ветку начать качать без вливания реальных денег в игру, поскольку просто не найдётся бой. Ни один. И всё. На этом, как бы, думаю, можно закончить обзор ГВТ. Но я хотел бы выделить ещё пару моментов. На самом деле игра кривая. То есть, понятное дело, что в то время, когда она вышла, она была, ну, нормальной. В то время даже картошка была кривоватой, и уж ГВТ от неё в браузере отличалась не так, чтобы сильно. Та же система засвета, голда, всё было привычно, понятно, и на тот момент даже сильно проще. Да, не было каких-то турниров и огромных амбиций, но, с другой стороны, как время-убивалка, она могла сойти. И действительно, несколько лет я играл в неё и получал удовольствие. Потом, когда стало понятно, что у игры развития уже нет, я оттуда, собственно, и ушёл. Но, а стоит ли вообще хоронить памятник и вообще как-то относиться к таким играм с ненавистью, презрением и чем-то подобным? На мой взгляд, нет. Тот же ГВТ, по крайней мере, это не совсем мусорный проект. Пару лет в него можно действительно было играть и весело играть. Потом, понятно, и нет. Дело. А сейчас то, что выходит, это гораздо хуже. Ну, опять же, сравнивая вот с вышедшими тут не так давно, я так понимаю, ещё клонами танков, типа Battle Tanks вот этих вот или Tank Force. Я могу сказать, что те спустились уже на уровень говняных мобильных игр. И если ГВТ изначально была, ну, такой типа, окей, браузерка на компьютере, то то, что выходит сейчас, оно максимально бездушное и задоначенное. В ГВТ, кстати, донатов было изначально не так, чтобы много, причём были определённые решения, которые картохи в тот момент и не снились и что-то потом перетекло даже туда. Например, кстати, аренда премиум техники, на мой взгляд, классная штука и позволяла ограничиться небольшими вливаниями денег в игру, чтобы обеспечить себя там один раз серебром и весело гонять на тех танках, которые здесь были представлены. Также были уникальные образцы техники, поскольку не было никакой такой жёсткой привязки к реализму, понятное дело, и на тот момент физика выглядела не так плохо, карты игрались не так плохо. В общем, прогресс тогда был вот на одном моменте. Сейчас он сделал три шага вперёд, и сравнивая ГВТ с картошкой или тундрой, можно сказать, что, ну, эта игра максимально нелепа и непонятная подделка. Потому что то, как работает система засвета, это боль, то, как работает система прокачки, это боль, то, как подсчитываются результаты после боя, это боль, то, что здесь очень жуткий дисбаланс, это и раньше было, а сейчас это вдвойне боль. Поэтому смысла как такового открывать ГВТ сейчас и играть в него я не вижу. Поэтому, что нового, ничего абсолютно, стоит ли в это играть, нет, не стоит. Можно поискать для того, чтобы время убивать, да, на работе или ещё где-нибудь, ну, предположим, хотя на работе надо работать. Ну, чтобы, если вы имеете скромные ресурсы компьютера и интернета, чтобы убить время, можно воспользоваться флэш-проектами или какими-то нетребовательными, типа, и ворлда, или, не знаю, каких-то более современных поделок, более вдохновлённых, тоже на тему танков, возможно. Такие обязательно должны существовать, как на момент 2014 года существовал и ГВТ. Потом, понятное дело, всё превратилось просто в выкачку денег, но, знаете, было золотое время, когда в это можно было без стеснения играть. Ну, а на этом на сегодня всё. Всем удачи, пишите, что вы думаете по поводу подобного рода проектов в комментариях, и жалеете ли вы о том, что они довольно быстро загибаются и умирают. Ведь если бы они были чуть более идейными и нацеленными на то, чтобы сделать хорошую игру всей команды, например, а не изначально на заработок денег, то, возможно, мы бы получили очень классные и не менее долгоживущие, долгоиграющие проекты, как картошка. На этом на сегодня всё. Всем удачи, всем пока, пока.